Доброго вам воскресного дня, возлюбленные о Господе, братья и сестры! Мы с вами говорим о страстях, несколько передач посвящаем теме борьбы со страстями и помыслами, и сегодня мы поговорим о том, в чем опасность таких страстей, как чревообъедение и любодеяние, и как с ними бороться, как не делать, чтобы они порабощали человека. Эти два греха, они выходят один от другого. Тучные птицы не могут летать. Есть такое древнее выражение. Человек, который привык объедаться, который привык упиваться вином, который не привык себе в чем-то отказывать, очень часто он впадает в блуд и ведет аморальный образ жизни. Что касается чревообъедения, то про таких людей, которые объедаются, можно сказать, что их Бог чрева. Страсть происходит из чего? Из-за неестественной потребности к еде. Потому что, в принципе, Бог нам дал пищу, да, и человеку нормально, если он ест, да, он получает от этого энергию, необходимую для жизнедеятельности. Вместе с тем, конечно, хорошо, когда пища и имеет приятный вкус. Человек от этого получает определенное удовольствие. Да, человек, когда кушает, вместе с тем, это он и общается с другими людьми, да, общение за трапезой тоже очень полезно. Недаром в церкви есть традиция, да, вот, особенно в древней церкви это было, да, вечер любви Агапы, который является продолжением литургии. Но вместе с тем, очень важно иметь меру. Когда человек начинает неправильно относиться к пище, объедаться, да, или у него проявляется такая страсть, как гурманство, то что с ним происходит? Постепенно эта страсть его порабощает. У него наручается обмен веществ. Человек от этого сам понимает, сам страдает, но ничего не может сделать. Ну, конечно, к этой же страсти можно и добавить, это страсть к злоупотреблению алкогольными напитками, да, страсть к винопитию. Это тоже сюда же, это же чрево объедения, то есть неправильное отношение к своему телу. Недаром в IV веке преподобный Нил Синайский говорил, как невозможно соломой удержать огонь, так невозможно присыщением остановить непотребство. В Риме, допустим, раньше среди аристократов, да, римских патрициев даже были такие случаи, что люди объедались, а потом для того, чтобы дальше продолжать есть, у себя искусственно вызывали рвоту, чтобы продолжать насыщать свое чрево. То есть вот до чего доводит страсть к объедению. Как бороться с этой страстью? Как делать, чтобы эта страсть не поработила человека? Конечно, прекрасным средством в первую очередь является что? Пост. Поэтому церковь и устанавливает посты, чтобы мы хоть как-то научились контролировать свое чрево, чтобы мы показали, кто в доме хозяин. Не будем забывать о том, что человек по своей природе существо двухсоставное. Он состоит из бессмертной души и из смертного тела. И когда человек гармонично устроен, то его телесные потребности подчинены его духовным потребностям. И наоборот, когда человек негармонично устроен, когда в нем некий происходит сбой, нарушение, то тогда наоборот телесные потребности начинают ним владеть и господствовать. И мы знаем, к сожалению, такие случаи, когда человек, пристрастившись к какой-то еде или к спиртному, и хочет оставить эту привычку, но, к сожалению, не может. Хотя ему потом плохо, он от этого сам уже мучается, сам страдает. Страдает его сердце, страдает его печень поджелудочная, а большая проблема. И здесь как раз таки церковь что рекомендует? Воздержание, пост. Почему пост полезен? Потому что человек, который не может на какое-то время возражаться от мяса, от каких-то других продуктов, как он может пробороть себе какие-то другие плохие пороки и страсти. Ну и, конечно, когда человек постоянно находится в неге, балует себя, когда он много ест, объедается, тут уже недалеко и до следующей страсти, страсти любодеяния. То есть, проще говоря, страсти блуда. Что такое блуд? Это беззаконие. Это всякие неправильные, плотские отношения. Отношения вне брака. Это плохие мысли. Это блуд от слова заблуждение. То есть, человек заблуждается. Он идет неправильным путем. Он нарушает в себе духовную гармонию. Господь Бог установил, и нормально, когда человек живет нормальной половой жизнью. Муж и жена – это одна плоть, написано в книге Бытия. Но вместе с тем апостол Павел в первом послании Коринфянам говорит, что совокупляющийся с блудницей становится одним телом с ней. То есть, человек, который ведет аморальный образ жизни, что с ним происходит? С ним происходит то, что повреждается его душа. Он своей душе наносит постоянные раны. Не даром апостол Павел говорит, что ни прелюбодеи, ни блудники в Царстве Божьем не наследуют, чтобы они себя не обманывали. То есть, это очень важно и очень актуально, к сожалению, и в наше время. Во многом, к сожалению, мы видим, что причиной того, что люди очень халатно относятся к исполнению этой заповеди, являются и разные половые извращения. Это кризис семьи, кризис брака, когда у нас много разводов, когда у нас ранние половые связи, когда люди, к сожалению, часто очень, да, начинают вдаваться в так называемые противоестественные пороки. И, к сожалению, очень часто человек, начав такой образ жизни, затем не может остановиться. У него болеет душа, и он даже не видит, что он погружен в пучину пороков и страстей. Для него грех становится нормой. И это, конечно, уже беда. А грех порождает и наказание Божие. Возьмем, допустим, вот 1 декабря, семерный день борьбы со СПИДом. А зададимся вопросом, кто болеет этой болезнью. И получим элементарный ответ, что этой болезнью страдают люди, как раз-таки кто? Которые склонны к аморальному образу жизни. Которые крайне пренебрежительно, по словам митрополита Филарета, нашего почетного экзарха, относятся к своему духовному и душевному здоровью. Которые сами занимаются непотребством. И от этого часто страдает не только их душа, но и их тело. Не будем забывать и о таком понятии важном, как наследственность. Не будем забывать о том, что наследственность формируется в зависимости от нашего поведения. Вот есть такое слово генетика. Наши гены, они как формируются? От нашего образа жизни. Почему очень часто, к сожалению, люди, которые ведут аморальный образ жизни, и у них также и дети идут по такому пути. То есть наследственность сказывается. Все мы желаем, чтобы у нас были хорошие, послушные дети. Чтобы они нашли свое место в жизни. И беда, когда мы сами делаем все, чтобы повредить нашему поколению. Поэтому все люди, особенно молодые, знают, что среди молодежи, вот есть такое мнение, да, как пока я молодой, я погуляю, а потом я уже возьму себя в руки и начну вести хороший образ жизни, буду, так сказать, белым и пушистым. Но мы прекрасно понимаем, что человек, который привык к волюготности, который привык к блуду, как потом тяжело, очень часто ему измениться. И он также продолжает изменять свои супруги, супругу, да, зависать там на порно-сайтах, да, и продаваться разным другим неге, да, и, как говорится, излишествам. И ничего не может с собой поделать. Любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому как бороться с грехом блуда? Если с грехом объедения очень полезно бороться воздержанием постом, то с грехом блуда, конечно, нужно бороться, во-первых, хранением своего сердца. Господь Бог говорит, что кто даже смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в своем сердце. Поэтому мы с вами на прошлой встрече говорили о помыстах, да, очень важно правильно контролировать свои мысли, очень важно удаляться от негативной информации, да, не обращать внимания на разные соблазны, которые постоянно окружают нас. Сокращать источники информации, да, удаляться от отрицательных, негативных источников информации, да, от фильмов с насилием, да, с эротикой и так далее. Конечно, от этого удалять наших детей. Как говорит святой Феофан Затворник, очень важно смотреть на мужчину, женщину очами детей. То есть, когда мы видим красивого мужчину, красивую женщину, то стараться, чтобы не было плохих мыслей у нас в душе, в сердце, да, а благодарить Господа Бога, что вот Он создал такую красоту. Нужно изменить наше отношение к соблазнам, не фиксировать внимание на грехе, не бояться, потому что многие люди, они, к сожалению, часто проявляют малодушие, да, им кажется, что они не выдержат, да, как же, гормоны бьют, да, вот все равно этот грех, он сладок, не можно об этом не думать. На самом деле, примеров множество. Когда человек, начиная контролировать свои мысли, постепенно-постепенно избавляется от грехов. Если человек впал в грех, тут же надо каяться, ни в коем случае не стесняться грехи блуда исповедовать в церкви. Почему? Потому что вот эти грехи, они как раз-таки лечатся покаянием. Мы знаем множество примеров, когда Господь миловал блудниц и грешников, потому что Он как раз-таки говорил, что именно Он, к ним Он пришел, чтобы их привести к покаянию. Посему, дорогие во Христе, братья и сестры, будем контролировать наши мысли и стараться бороться с разными грехами и, в частности, о чем мы сегодня говорили, соблазнами объедения и блуда. Помогаю вам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok